В период пандемии ковида нагрузка на колл-центры была огромной. Одним требовалась срочная медицинская помощь, а другим ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции. Висеть на линии приходилось десятки минут. Теперь сроки ожидания для тех, кто звонит по номеру 122, сократятся. Ростелеком продемонстрировал работу виртуального помощника. Одно из преимуществ голосового стенда заключается в том, что он не является заменой, например, для операторов. Мы здесь четко понимаем, что не вступаем в конфликт интересов, а мы помогаем операторам снимать нагрузку, особенно в пиковые моменты, особенно по вопросам, так называемым частотным вопросам. Виртуальный помощник не подвержен влиянию эмоций и в любом случае выдаст необходимый сценарий. Может немного успокоить. Работает круглосуточно и без выходных. В Самарской области его запустят в работу в июле. Технологии возможностей от Ростелекома – это и мобильные кардиографы для оказания помощи больным на селе, и планшеты у врачей скорой помощи. Более тысячи километров оптики для больниц губернии и сервисы для повседневной жизни. В шатри Ростелекома жители города могли подзарядить телефон, сфотографироваться на память, попробовать молекулярное мороженое и пообщаться с умной колонкой Маруся. Маруся, а сыграй нам на гитаре. Вставлю плейлист «Гитара». Спасибо. Приятно слышать теплые слова. Анатолий Головко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.